Теофан Затворник говорит так, что смотрите, что мужчины были боязливей женщин, что ли? Женщины пришли рано, а они после пришли еще. Не верят, в недоверии каком-то. Да нет, конечно, говорит. Но просто говорит, у женщин любовь такая, что горячая сразу же. А у мужчины, она говорит, рассудительная, чтобы как бы не ошибиться. А вдруг, да это и не так на самом деле. Говорит, Фома не верующий. Говорит, Фома утверждающий веру. Чтобы как не ошибиться, даже когда увижу уже действительно, что вот тогда я поеду, да. И когда увидел, говорит, Господь мой и Бог мой. Поэтому, как мы можем сегодня послужить для Христа? Они, говорит, женщины купили аромат. Ароматы это, ну, значит, какие-то такое масло, которое и благоухающее оно, и дольше сохраняет тело от тления. Не подвигается тлению. То есть, как называют, бальзамирование. В таком виде. Оно очень дорогое, это мира было. И они, несмотря на все, и страх, был, конечно, был страх, и расходы, но любовь их влекла своему учителю. Вспомним мы и те времена, когда были у нас в России гонения. Кто больше храма наполняли? Да и сегодня-то больше. Как говорил в одной из своих проповедей, знакомый нам отец Дмитрий Дудко. Благодаря этим, говорит, платочкам, говорит, белым и разного цвета платочкам. Сохранилась, говорит, и вера у нас православная в России. И многие храмы сохранились только благодаря, говорит, этим платочкам. Знаем, что когда в 60-х годах закрывались храмы при Хрущеве, то Покровский собор должны были закрыть. Один был собор, и тот закрыть. Но несколько монахин закрылись изнутри собор и неделю держали оборону, не пустили никого. Таким образом храм не закрыли. Потом отступили уже, видели, что на Сурм не пошли, могли бы там и двери выломать и прочее. Но на это не пошли. Они отстояли. Что, не нашлось мужчин, которые могли бы там встать? Нет, женщины были. Поэтому мира принести мы можем все. Это и наше доброе дело. Любовь ко Христу, она выражается и любовью к ближнему. Это тротостью, смиренно мудрим, добродетелью. Это все ароматы, которые можно сегодня принести для Христа. И этот день в православии всегда был. Это 8 марта установили, женский день. А какой там, через чего, никто и не знает. А здесь, в этот день, можно найти подражание в жизни. Кому подражать? А вот как они любили Господа. Все положили туда. Их могли арестовать. Мы говорим, что пришел Иосиф и просил тело Иисуса. И Пилат ему отдал. Представьте, в то время советское кто-то взяли в лагере и умер. Попросил бы тело, отдали бы, самого туда бы упекли, вместе с тем родственниками. Быстрее, быстрее. А это пришел, сказал, что умер. Вот только узнал, умер, умер, призвал сотник. Забери тело, похорони, как надо, по вашему обычаю. Все, и похоронили по обычаю иудейскому. Вот так вот. Поэтому, сестры наши, дорогие, пусть та любовь ко Христу, которая была у тех жен Мироносец, пусть всегда будет в ваших сердцах. И передается она, говорится, по наследству и родным, и близким, и друзьям, и сестрам, и братьям по вере. Храни вас всех, Бог, на многое лето. Спасибо. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. А когда братьям дарят цветы? Я был маленький, когда я всегда завидовал сестренкам. Почему я девчонкой не родился? На какой-то праздник мать наденет какое-то платье, бантики завяжет. А здесь одна рубаха, то ее на правой стороне неделю по ночь, потом налево вывернешь еще. Хочется что-то, а нет ничего. А она немножко там сделает, красиво они выглядели, сестренки. Ты думаешь, что надо же, даже зависть такая была. Ну все. Теперь пойдемте фотку, сделаем там на углу храма. Батюшка, пойдемте тоже, сестры. Так, хотели бы, пожалуйста. Батюшка, встаньте посередке. Да, конечно. Говорят, что ты тоже сестры. Ага. Ихтиша, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Дорогие сестры, от себя лично и от всего нашего мужского населения нашей деревни, Я хотел поздравить вас с этим замечательным женским, межгалактическим женским днем, во всех смыслах этого слова, и примерным днем. То есть, причем примерно, потому что эти жены мироносицы, которые были, которые история сохранила, они оставили для нас, для вас, очень большой пример подражания. Желаю вам успехов, Божьих благословений, христианской любви, мира, благополучия в ваших семьях. Небольшой такой совет для счастья. Старайтесь делать так, своими делами, чтобы, в общем, как-то усиливайте мужчин. Когда вы будете это делать, мужчина будет сильнее, значит, он будет более вдохновенней, когда вы его будете любить, ну и там всякими делами усиливать его жизнь. Он вокруг себя будет делать все необходимое, в том числе для вас. То есть, в общем, хорошую, радостную, гармоничную жизнь. Мы празднуем День Жен-Мироносиц как истинный женский день, потому что 8 марта зарождение этого праздника, мягко сказать, не христианское, вот это мягко сказать. А этот день, Жен-Мироносиц, воистину женский день. Поэтому еще раз вас всех с праздником. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Редактор субтитров А.Семкин